Привет, друзья! Ас-саляма калейкум! Пока звучит вот эта музыка, я хочу сказать вам о следующем. А проект мой пока находится в стадии сомнительного развития. И всё будет зависеть только от вас, не от меня. Роль моей личности здесь совершенно не имеет никакого значения. Я бесконечно благодарен уже тем людям, которые мне кое-что присылают из видеоматериала. Вот, например, Фаузия Максумова. Я очень ей благодарен за то, что она мне прислала вот это видео. Давайте посмотрим. Фаузия Максумова Фаузию Фаузия Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, посмотрели, да? Ну вот, что я вам скажу по этому поводу. Мне видео это очень понравилось, как говорят, зашло. Почему? Ну, во-первых, потому что эстрада – это удел молодых. Это даже не я придумал, это мы когда сидели с Яшей Ёлой, як Ёла такой знаменитый певец из Эстонии был, к сожалению, его уже нет. Вот, и он мне эти золотые слова сказал, и я призадумался. Но тогда мы были ещё молоды, это были 80-е годы. А сейчас уже, конечно, вот у меня нет никакого желания лезть и показывать своё лицо, внешность в какой-то клип или ещё что-то. Хотя, кто знает, посмотрим, может быть, ещё придётся это сделать. Ну вот, что бы я сказал по этому поводу? Значит, в двух словах я скажу, что вот этот именно проект, где мы делаем, разбираем, спорим, пока этого ещё нет, но мне хочется, страстно хочется, чтобы вы в этом принимали непосредственное участие. Не я, а вы. А я как бы вот поддерживаю всё это, потому что это полезно. Дискуссия полезна, обсуждение полезно. Ну ладно, вот что бы я сделал с этим молодым человеком, да? Во-первых, конечно, видно, что он выступает под фонограмму, как 99% всех артистов, все поют под фанеру, все дают концерты именно в таком формате. Может быть, есть исключение, может быть. Видите, поют, конечно, сами. В этом я не сомневаюсь. А вот ставят аккомпанемент, кнопку. Ну да бог с ним. Об этом мы тоже сделаем передачу. Но я хотел бы вот что сказать, что вот этот формат мы назовём разбор полётов. Другой формат у меня будет. Историографический, исторический даже, я бы сказал. Это рассказ о тех людях, кого я знал, о знаменитостях. Причём это надо понять очень хорошо, что я перед знаменитостями никогда не заигрывал. Вот у меня нет званий. Я об этом, кстати, не жалею. И расскажу, почему потом объясню всё это. Но надо понимать простую вещь. Я так создан. Я не хам никакой, ничего. Но я привык с людьми разговаривать. Естественным образом. Какой бы он знаменитый ни был. А в нашем народе есть очень много людей, которые любят стелиться. Вот они ко мне подходят. Как вы можете так с ним разговаривать? Он же знаменитость. И знаете, от этого человека дурно пахнет. Я отхожу от него подальше. Я не слушаю вообще таких людей. Ну, допустим, Куклачёв, да? Он младше меня. Он знаменитость. Да, по сравнению со мной, его знают просто буквально везде. Но для меня он Юра. Обыкновенный Юр. Почему вы его не называете Юрий Дмитриевич? Да пошёл ты и всё. А не называю я Юрия Дмитриевича. Почему? А называю Юра. Потому что есть на то причины. Много причин. Об этом я тоже расскажу потом. Я расскажу о его театре, о том, как он работает с кошками. Я же с ним работал не один год. Расскажу о коллективе. Давайте продолжим. Что бы я сделал с этим мальчуганом? Во-первых, я бы, ну, привлёк бы внимание концертных организаций. В Казани есть, в филармонии, в Уфе. Обязательно. Этому парню нужна помощь. Не фонограмма ему нужна. Ему нужно двух-трёх музыкантов поставить. Он солист. Найти над этих людей бас обязательно. Либо бас-гитара, либо контрабас. Гитары не нужны здесь. А может быть, ещё итальянка. Он и итальяночка. И какой-то ударник с набором своих инструментов. Бубен. Всякие глиссандры вот эти на металлических. Металлофончик. Ксилофон. Разный набор ударных инструментов народных. Не надо вот этого долбасить. Понимаете? Бук-бук-бук. Зачем? Кому это? Это другая музыка. Надо понимать. Разбираться в этом надо. Вот. И тогда всё. И обязательно должен быть менеджер этого коллектива. И вот они работают. Вот это готовое. То, что нам надо. Вот она, народная музыка. Вот то, что нам надо. Молодые исполнители. Да они на расхват будут везде. Их надо продвигать. На телевидении показывать. Вот я смотрю у вас певцы, да? Они практически ничем, никто не отличается. Ну, ничем. Я отмечаю среди ваших солистов только двух. Это, как же её фамилия сейчас? Гарипова и Калимулина. Вот эти две девушки, они продвинутые. Видно, что они грамотные. Они наверняка по-английски разговаривают. По-русски, по-татарски. Вот в сегодняшнее время ставят эту планку от певцов, от татар. Человек грамотный должен быть. Да ещё так пою здорово. У них есть вкус. Хороший, отличный вкус. Я же слышу, какие им фонограммы делают. А всё остальное, это, знаете, вот так. Когда в искусстве чуть-чуть похуже, то уже, ну, и то это уже. Какой бы красавицей ты ни была, каким бы симпатичным парень ты ни был, но ты эту планку не берёшь. В искусстве должна быть конкуренция. Не подлая, там, не заискивание, интриги, там, ходить, сплетничать, а настоящая конкуренция, здоровая. Вот тогда оно будет развиваться. И надо вкладывать деньги, конечно. Бесплатно ничего не бывает. Я вот смотрю в Татарстане. Либо певец, либо певица, либо дуэт. Муж с женой, как мы вот с Канией работали, значит, дуэт и всё. А где, допустим, вокальный ансамбль какой-нибудь из четырёх, из трёх, там, из разных, там, да, вокальные группы? А где инструментальные группы на современной основе? Где они? Вот послушайте небольшой фрагмент из моей музыки, то, что я вот придумал. Ну, на основе народной. Давайте послушаем. И таких оранжировок у меня не вот так, а вот так. Понимаете? А почему? А потому что я занимаюсь поиском, если хотите, наукой в этом деле, а не вот этим вот, зарабатыванием башлей, как у нас говорят музыканты. Все музыканты, все бегут, вот. А где, где что-то сорвать, где что-то зацепить. А у нас этого не было никогда. Мы времена Битлз проходили. Мы ящики вот эти бесплатно таскали. Бесплатно выступали. Благотворительные концерты. Вот столько было всего. Вот такие дела. Но там и конкурсы были очень интересные. Вот, допустим, я являюсь лауреатом дипломантов, простите. джазовый фестиваль. Вот, посмотрите. Руку Леонид Ощутесов пожрал мне дипломом в ручках. Утесов. Представляете, какая это личность? И я перед ним не селился. Мне не надо было. Я вышел, и вот мы получили диплом. Он сейчас там где-то на предприятии, в музее. Допустим, конкурс был татарской песни в Казани в 88-м году. Я со своим коллективом стал не лауреатом. Лауреатом стал Ренат, мой друг. А я стал дипломантом. Не я, а весь коллектив. Мы взяли диплом. Там были времена немножко другие. Это было более натурально всё. А сейчас нам присылайте свои видео. Будем разбираться. И пишите свои замечания. Что вы вообще во всём об этом думаете? Ведь это же полезно. Это нужно для развития нашего национального искусства. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok